Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok ГОВНЕЦО ДК ПАДИЯ НЕГАТОВНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОВНЕЦО ИЛИ КАК ДЕЛУЮТ ОРУЖИЕ ВОРФЕЙС В ДВЕ тысячи двадцать первом. Алло, стим, привет, братишки. Поделитесь своей шишкой. Копипаст говно в говно. Но мы схабаем все равно. Ммм, легендарный трек намечается, рачишка. На iTunes будешь продавать? Обязательно, Капитан Очевидность. Еще и на виниле выпущу, обещаю. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Разговор сегодня будет темный, но при этом глубокий. А именно, как наши новые разработчики делают пушки на примере ТХ-15 СБР. Ну вот, опять началось. И что с новыми пушками не так? А по большому счету, Капитан Очевидность, с ними, с этими новыми пушками, все не так. Вот смотрите, ТТХ хорошие у этой пушки. Да, казалось бы, урон и темп, и все нормально, и все годнотелло. При этом очень скромный выбор модулей. При Блэкплудах, при старых разработчиков, практически на каждую пушку можно было ставить большинство модулей, которые существуют для данного типа оружия. Сейчас же нас ограничивают каким-то скромным выбором прицелов, да, порой там более-менее самое годное есть, но далеко не всегда. А в некоторых случаях, как вы помните, с тем же Аугом, вообще дают какие-то двукратные, причем стандартные прицелы, и не Тругла, ни хрена там вообще нет. Это что такое, извините меня, 21 год, конец? Хотя да, это похоже на конец. Кроме этого, у нас, как вы знаете, тему уже обсуждали не раз, и я говорил на своих стримах, и видосах говорил, и Дима Крымский делал на днях видео. Это прицелы. Из новых трех введенных пушек, ни у одной, вообще ни у одной, нет прицела, который ну 100% будет совпадать с реальным центром экрана. То есть, чтобы вы понимали, тот прицел, который у вас есть в маркер, когда вы стреляете, пуля на самом деле не туда летит, она летит с небольшим смещением. И если на каких-то ближних совсем дистанциях это не чувствуется, то на дальних вы будете кричать, как я не попал, если я точно попал. А все дело в том, что пуля летела не в маркер прицела. Да. И с прихода молодусов, это стало, знаете, проблемой такой массовой. Нет, что вы, при старых наших кассифорах это тоже имело место, но это были случаи в основном единичные. Нынче же, по-моему, большая часть новых пушек обладает смещенным прицелом. Без шуток, если у вас есть мониторный прицел, как у меня, вы можете его активировать и сами посмотреть. Этот прицел во всех играх нормальных, в том числе, как ни странно, и в Варфейсе, на всех нормально настроенных пушках, например, в Варфейсе на старых пушках, на АМВ можете посмотреть. Прицел настроен нормально. Там, где мониторный прицел, там в центр у вас будет обязательно маркера, а бедровый прицел будет. И именно туда, можете посмотреть на замедленные записи, будет лететь пуля. Но у новых пушек все иначе. Прицел есть, маркер есть, стреляйте, а пуля летит со смещением. Нагиб. Помимо этого, на прицеле новой ТХ-15 СВР посмотрим. У нее хорошие вроде ничего, ТТХ, все нормально, какие-никакие прицелы есть. Но, с одной стороны, является ли она имбой? Нет, не является. Понятно, по твоему мнению, каждая новая пушка должна быть имбой. Нет, капитан Очевидность, речь не о том, что каждая новая пушка должна быть имбой. Если что, я еще не закончил свою мысль. Так вот, ТХ-15 не является имбой. Точно, однозначно. Потому что, если вы будете перестреливаться с АМБ, я на ПТС это успел сделать, это больно. Если вы будете перестреливаться с Гранд Пауэром, это тоже больно. Вот, скажем, если вы будете перестреливаться с Вереском, то, наверное, плюс-минус будет то же самое. То есть, Вереск все-таки уступает АМБ и Гранд Пауэром. Не сильно, нет. Это нечасто будет заметно, но все-таки уступает. Если вы и с тем, и с другим играли долго, вы поймете. Но теперь на секундочку. Почему тогда мы должны эту пушку приобрести? Ведь она не симпатичная, откровенно. Она страшноватая. У нее корявая какая-то перезарядка, корявая моделька. У нее должен заметить неприятная достаточно отдача. Она вроде слабая, но когда ты стреляешь, у тебя как-то прицел как-то влево уводит. Как будто у тебя мышка неправильно работает. Так в чем смысл этой пушки вообще как таковой? Вот есть у нас, например, МАК-7 Спешл. Пушка не имба. Нет, это не Чапа, ребята. Это даже не Килл-Тек. Но когда ее выпустили, люди оценили. Часть ностальгии. Внешний вид. Вполне годные ТТХ, но не имбовые. И при этом оружие приятное. И несмотря на то, что у людей склады были завалены Чапами, они брали этот новый МАК-7 Спешл и играли с ним. Да я сам забыл про старые дробовики, взял МАК и наслаждался им, потому что в нем есть все, что нужно, чтобы получить удовольствие. Приятный внешний вид. Отличный звук. Классные ощущения при стрельбе. Надежный ваншот. И годный темп стрельбы. Что еще нужно для хорошего дробовика? И то, что он не имба, меня интересовало в последнюю очередь. С ним было кайфово играть. Алды вспомнят, что когда-то, во времена Мамонтов, когда ваш фейс был великой игрой, народ поголовно бегал с Юсасами и Сайга-12. Однако у каждого второго на складе был, конечно же, Мосберг 500 кастом. И время от времени ты забывал про все имбы, брал его и наслаждался настоящим помповым геймплеем. И никакая Сайга и никакой Юсас не могли подарить и толике такого удовольствия. Поэтому, если, разработчики, вы выпускаете не имбу, то постарайтесь сделать ее реально качественной. Такой, чтобы люди не смотрели на ее эффективность, а они смотрели на совокупность всех качеств и получали удовольствие, чтобы пушка была вроде и актуальной, при этом не имбовой, но при этом невероятно приятной. Вот к этому надо стремиться, а не просто к копипасту непонятно из чего, непонятно зачем, с модельками образца по красоте там 2013 года. Это не катит. Молодец, очень содержательно. Давай вернемся к пушке. Крутить ее стоит? Нет, капитан, очевидность, мы только что все это обсудили. А зачем эту пушку крутить, серьезно? Из новых пушек, ну понятно, что у штурма имба, но мы ее тоже пахаем, будь здоров, за тот же внешний вид. Это будет все обсуждено. Это подождите. Ктарчик плюс-минус, ну почти, почти, по ощущениям, по внешнему виду попал. ТХ-15 это просто, по моему мнению, мусор. Абсолютный. ТХ-15 СБМ это ничто. То есть, это тот же вереск. Витязь, Витязь, дебил. У нее есть такой же глушитель, как у вереска, который не работает, в отличие от АМБ, как фламегаз, а просто не уменьшает урон, и все, и как будто играешь с пустым стволом только без звука. С грандпауэром не сравнится, и получается она плюс-минус на уровне вереска. Но вереск красивый, он изящный, он прямо со вкусом сделан. У него практически полное отсутствие отдачи, приятный, даже иногда помогающий рандомчик разлет. Это действительно сок. Перезарядочка, звук, все на высочайшем нагибном уровне. И именно вереск, та пушка, которая не имба, но с которой приятнее играть, чем с грандпауэром, наверное, даже, и чем с АМБ. А пушки типа ТХ-15, это однозначно мимо. Витязь, Витязь, дебил. А вот, стим, привет, братишки. Поделитесь своей шишкой. Копипаст, говно в говно. Но мы схаваем все равно.